Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Возвращение на родину Матери Марии. Министр культуры Кубани осмотрел экспозицию, посвященную легендарной Елизавете Юрьевне Кузьминой Караваевой. Новые места в детсадах и школах, а также развитие медицины на селе. В Анапе подвели итоги работы за год в сфере социальной политики. Ёлка желаний. Каждый может стать добрым волшебником и подарить радость тем, кто в этом особенно нуждается. Сегодня 125 лет со дня рождения Елизаветы Кузьминой Караваевой, известной миру как «Мать Марии». Это событие для министра культуры Кубани Виктории Лапиной. С первого своего визита в музей Анапы, когда здесь шел большой ремонт, она хранила мечту побывать еще раз на экскурсии, чтобы в день рождения легендарной Напчанки узнать те подробности, что по-настоящему бередят душу и заставляют смотреть на подвиг Матери Марии, как, например, высшего проявления любви к людям. Хранительница и создательница мемориального зала Матери Марии, заслуженный работник культуры Кубани Зоя Николаевна Лемякина, встречает министра культуры Кубани и главу города у входа. Я просто помню, когда я сюда приехала, мы с вами познакомились, здесь был ремонт. И Зоя Николаевна говорит, вот здесь будет, знаете, как будто вот одна из ее, это будет дом и одна из ее жилых комнат. И вот ощущение действительно, что вот она здесь. Вот интерьер, гостиный, в доме и ленту. Комната получилась и в самом деле очень трепетной и очень живой. Словно хозяйка вышла на минуточку и позовет сейчас к накрытому столу. Зоя Лемякина вложила в создание и сбор материала для нее всю душу. Здесь очень много оригинальных вещей, рисунков, настоящих фотографий, много стихов, написанных юной поэтессой о годы жизни в Анапе. Их не переставая, а под общее восхищение читает Зоя Николаевна. Кругом поля пшеничные, поля-поля станичные, степи всегда туманные, а люди безразличны, пока не прошло, смеются над заветами, а с древними монетами хранят меч талисманной. В глазах гостей неподдельный интерес к маленьким тайнам души человека творческого и, несомненно, талантливого. Министр культуры искренне интересуется судьбой детей матери Марии. Главу города впечатляет старинная Анапа – детали джеметинского поместья Кузьминых-Караваевых. А в общем и целом гости высоко оценивают созданный хрупкой женщиной памятник легендарной матери Марии. Не случайное имя ее и подвижническая судьба, как и имя Зои Лемякиной, номинированы на звание легендарных имен Кубани в краевом конкурсе. Обменявшись подарками, высокие гости отправились в Свято-Ануфриевский храм, где прозвучит поминальная служба «Память о Матери Марии». В Анапе естественный прирост населения. Его необходимо подкрепить местами в детских садах, повышением качества школьного образования и медицинского обслуживания. В городе идет реконструкция социальных объектов, строятся новые, приходят молодые специалисты, реализуется программа «Доступная среда». Об этих и других итогах уходящего года в следующем материале. Демография – сумма всех векторов развития социальной сферы. В Анапе – естественный прирост населения. Рождаемость выше, смертность ниже, чем на уровне края. Помимо этого, сюда переезжают из других регионов, что тоже показательно. За минувший год население муниципалитета выросло более чем на 2500 и превысило 183 тысячи человек. Свой вклад внесли медики. В этом году доктор из Анапы вошел в число 500 лучших в России. В сельской местности начали работать 26 молодых специалистов. Вошла в ритм программа «Дни здоровья», в том числе и детских, когда в небольших населенных пунктах прием ведут специалисты из Центральной горбольницы. Не так давно ее арсенал пополнился передвижным флюорографом. В 2017 году запланировано следующее мероприятие. Продолжение выездных дней здоровья с участием передвижного флюорографа. Проведение диспансеризации взрослого населения. Нам нужно посмотреть 33 689 человек. И детского населения 35 446 детей. Тем временем городская администрация создает инфраструктуру. Открылись дневные стационары в Джигинке и Витязево. Получена лицензия для офиса врача общей практики в Анапе на улице Чехова. Его откроют в этом году по инициативе главы Анапы. Планируется завершить строительство и оборудование офиса врача общей практики в Хуторе Рассвет. В первом квартале следующего года мы с вами разгрузим городскую поливлинику. А самое главное, жителям Хутор Рассвета, в ближайших территориях сократим дорогу к нашему здравоохранению. Прирост населения – это всегда дополнительная потребность в школах и детсадах. В Анапе дошкольное образование получают более 8 тысяч детей. Около четверти мест создали в уходящем году. Потребность остается достаточно высокой. Людмила Мурашова заявила, что пора подумать о семейных малых формах, а также о создании частных детских садов. Точно так же у нас есть ясль, потребность в лесах. И мне тоже нужны уже не ваши предложения, а потребные действия. 1 сентября уходящего года в школу пошли более 30 тысяч юных анапчан. На 2600 больше, чем в прошлом году. На условиях софинансирования из бюджетов разного уровня отремонтировали спортзалы в 8 и 10 школах, а также правое крыло в школе номер 12. Из муниципального бюджета было выделено 6 миллионов 211 тысяч рублей по инициативе Сергея Павловича Сергеева. Когда он посетил нашу школу, он увидел, что эта школа действительно требует особого внимания. И были найдены деньги, и проделаны все работы, которые были запланированы. В этом году 295 детей с ограниченными возможностями здоровья пошли в школу. Они занимаются вместе со всеми по адаптированным программам. Педагоги признаются, что не ожидали, насколько быстро дети проникнутся проблемами своих сверстников. В итоге общение способствует прогрессу в обучении. Школы оборудовали для беспрепятственного доступа. В целом программа «Доступная среда» в городе реализуется при участии общественности, а также в контакте с управлением социальной защиты. Совместно со службой занятости ведется борьба с зарплатами в конвертах. Такое «неформальное» трудоустройство – прямой удар по бюджету. Потому что те, кто не платит в социальные фонды, также ходят в поликлиники и получают иные социальные услуги. На краевом уровне ущерб бюджету от зарплат в конвертах исчисляется миллиардами рублей. В городской администрации называют направление одним из приоритетных. Тактическая же задача для работников соцсферы, которую поставила заместитель главы города, перед новогодними праздниками следить за территорией, убирать снег и налить. Эффективность работы системы начинается с подъездов. В предварительные итоги работы за год подвела и антинаркотическая комиссия Краснодарского края. На селекторном заседании вице-губернатор Николай Далуда отметил, что наблюдается серьезная тенденция к снижению наркопотребителей в крае. За 11 месяцев текущего года в крае на 3000 снизилось количество наркопотребителей. Нет больных наркоманий среди несовершеннолетних. За эпизодическое употребление на учете состоит 52 подростка. К сравнению, в 2015 году их было более 80 человек. Почти на 55% снизилось количество преступлений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. И в 2,5 раза уменьшилось число преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения. В 2 раза меньше подростков, впервые поставленных на учет у врачей-наркологов. В 2015 году в крае таких было 66, в этом году – 29. Вместе с тем тревогу вызывает большое количество больных алкоголизмом и продажа табака несовершеннолетним в районе учебных заведений. Глава Анапы Сергей Сергеев дал своим подчиненным четкие указания. Я знаю, что, допустим, по Анапской, в районе школы, провокационная была покупка. На витрине нет, спросили, она выложила. Значит, для чего держать? Это умышленное правонарушение. То есть, когда они на витрине, тут подошел, а вы знаете, что 100 метров и так далее, и так далее. А вот когда из-под полы достает, человек знает, что он нарушает, понимаете? За это надо карать. В Анапе, как и по всей Кубани, проходит благотворительная акция «Елка желаний». Волшебные деревья устанавливают в крупных гипермаркетах и торговых центрах. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, написали своеобразные письма Деду Морозу. Любой желающий может взять с елки снегиря и вернуть его вместе с подарком. В городе-курорте краевая акция проходит в гипермаркете «Магнит» на Анапском шоссе и в торговом центре Красная площадь. Часто пожелания детей достаточно простые. Те, кто хочет помочь, могут выбрать из нескольких вариантов. Собирать подарки помогают волонтеры. Здесь же можно пожертвовать средства в благотворительный фонд помощи детям «Край добра». «Активен народ. С утра еще не очень, но позже уже идут люди заинтересовываться, берут снегирей и туда заходят. Вот уже к нам приносят люди, деньги бросают и по тысяче есть бросают. То есть народ активен». В Большом зале администрации состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы за 2016 год органов территориального общественного самоуправления. За минувший год общественниками проделана огромная работа и этот положительный результат достигнут благодаря тесному сотрудничеству ТОСов и городской администрации. Собираться в конце года и подводить итоги стало доброй традицией. Глава курорта Сергей Сергеев особо отметил вклад председателей домовых и квартальных комитетов. Руководители органов ТОС пользуются большим доверием населения и оправдывают надежды, которые возлагает на них руководство города. «Я знаю, что органы ТОС на территории пользуются большим доверием, пользуются поддержкой моей в том числе. Вы это чувствуете. Но и в то же время в определенных моментах я на вас возлагаю надежды и вы эти надежды оправдываете по применению полномочий согласно 131-го федерального закона». Также мэр отметил, что прошедший в Анапе форум руководители органов территориального общественного самоуправления, объединивший делегации из 30 муниципальных образований Кубани и Республики Крым, получил самую высокую оценку участников. Многие отметили серьезный уровень организации работы с общественниками на курорте. Глава считает, что это в том числе благодаря тому, что ряды руководителей домовых и квартальных комитетов пополняются молодыми кадрами. «Приходят действительно подготовленные, грамотные, инициативные молодые люди, которые, я уверен, сменят нас на наших постах и достойно будут работать, опять же, на благо территории, на которой мы живем». В продолжении встречи Сергей Сергеев озвучил ряд самых значимых событий уходящего года. Среди них закладка 100 гектаров яблоневого сада и 360 гектаров молодых виноградников. Создание нового крестьянско-фермерского хозяйства, специализирующегося на мясном животноводстве. Кроме этого, была существенно укреплена материальная база социальных объектов города. Капремонт СОЖ-12 завершен. Капремонт спортивного зала СОЖ-8. Капремонт СОЖ-10 спортивного зала. Ремонт бассейна. Мы продолжаем в школе седьмой, если не знаете, на 40% закончен. Сегодня сейсмопол, пояс по чаше закончен и дальнейшие работы идут, шутатуры. Ну, ремонт спортзала Олимпа в виноградном тоже на 40% закончен. Завершилась встреча церемонии награждения. Почетной грамоты главы были удостоены самые активные председатели органов ТОС, а также руководители предприятий и организаций, которые на протяжении всего года наиболее плотно сотрудничали с ними, помогая воплощать в жизнь позитивные начинания. В ответном слове руководитель ТОСа номер 6 Людмила Шмакова вручила Сергею Сергееву на память калаш с его изображением в окружении самых неутомимых общественников. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.